Вступление будет долгим, скажу сразу. Поэтому, кому лениво смотреть, перематывайте сразу на обзор газовых котлов. Но что важно понимать в этом видео? 25-30 лет нас прикармливали к европейским котлам. Европейские котлы по сей день очень крутые. Европа, как ни крути, законодатель мод во всей отопительной сфере. Так сложился мир. Почему так произошло, это отдельный разговор. Но факт состоит в этом. И очень долго в России продавались котлы европейские, очень-очень крутые. Сейчас они достаточно круто продаются, но они стоят уже не тех денег. Это первый момент. И почти все европейские котлы не собираются на территории Европы. Это второй момент. Многие котлы, вы удивитесь, Висман производится на территории Узбекистана. Если вы найдете у себя на рынке Висман, очень велика вероятность, что его с Узбекистана привезли. Представьте, какая сегодня ситуация. Сегодня действительно можно встретить итальянские котлы, которые сделаны напрямую на итальянском заводе. Это круто. Но такие котлы стоят своих определенных денег. Потому что в Италии, как ни крути, рабочая сила не дешевая. Рынок постепенно менялся. Появлялись корейские котлы. Корейцы предлагали недорогие решения, но с офигительным сервисом. То есть развивали сервис практически в каждом там маломальски значимом городе. Можно было найти запчасти, можно так сказать. Даже в деревнях продавали запчасти на эти корейские котлы. Сейчас ситуация поменяла. Санкции, все дела. Появились китайцы. Китайцы их пытаются продавать по разным ценам. Но важно что понимать. Китайские котлы пока не стремятся в адекватный ценовой сегмент. Они занимают массу. Они производят очень много котлов. Очень недорогих. Вполне себе за свою ценовую группу эти котлы нормальные. Но и нельзя назвать их идеальными. И сегодня на рынке России, уже, ну не сегодня, они, оказывается, уже 5 лет сидят. Просто после санкций они стали активно-активно пользоваться спросом. Появились иранские котлы, представляете? И, честно говоря, я очень приятно удивлен. И не удивлен я не самими котлами. Я удивлен тому, как могут иранцы делать вещи. И, честно говоря, я удивлен, из чего иранцы могут собирать эти котлы. Я удивлен, что они самостоятельно умеют что-то производить. И производить достаточно это неплохо. Я удивлен вообще, что такая страна, как Иран, которая находится в изоляции, находит в себе силы жить и существовать. И каждый раз, когда я буду восхищаться иранскими котлами, которые стоят сзади меня, их сегодня будет 3 штуки на обзоре, я буду восхищаться не столько котлами, сколько самими иранцами. И сколько я буду грустить по тому, как Россия просрала самый крупный рынок Европы и не хочет производить адекватные крутые газовые котлы на своей территории. Аренс показали всему миру, что действительно они могут производить достаточно неплохие решения. Если бы я сегодня делал распределение котлов, вот после того, как я посмотрел на эти котлы, я бы Европу оставлял на первом месте. Жирное-жирное первое место, и они действительно в плане производства, в плане технологий, они ушли далеко вперед. В плане сборки, качества условно, и в плане комплектующих, Ирану бы я отдал уже, наверное, второе место. А дальше уже корейцы и китайцы бы шли. Я, честно, очень приятно удивлен. Это не идеальные котлы. У них есть свои недостатки, но для своей ценовой группы они дают, как я уже скажу неоднократно, защиту многим производителям. Поэтому смотрите вступительную заставочку, и переходим к основной части видео. Я вам покажу, что это за такие иранские газовые котлы. Пару годиков тому назад я выпускал ролик про то, как чувствую себя иранец вообще, в принципе, на рынке газовых котлов. Мы с вами нашли одного сантехника, который живет в Иране, ведет активно социальную сеть, кучу котлов демонстрирует. И оказывается, что в Иране очень много всяких разных газовых котлов, но продаются они под другими брендами. На тот момент я думал так, но сейчас у меня есть четкое ощущение, что иранцы самостоятельно производят вполне себе неплохие газовые котлы, просто визуально похожие на своих прямых конкурентов. И сейчас вот на примере вот этих котлов мы с вами в этом обстоятельно убедимся. Итак, эти газовые котлы Каму только не высылали из блогеров, кто только на них не делал обзор, и наконец-то эти котлы добрались до меня. Ребятки, молодцы, они готовы отправлять свою продукцию на бесплатной основе, только, пожалуйста, снимите абсолютно любой обзор, не важно, какое будет у вас мнение, нам важно, чтобы это мнение было, и чтобы люди могли посмотреть информацию про эти котлы. Я ценю и уважаю такой подход к работе. То есть продавцу важно не столько, чтобы я похвалил эти котлы, а просто рассказал про то, что существует такая марка, и вот можно к ней присмотреться. У всех блогеров вы видели либо такой котел, либо такой котел, но вот такой вот машины, которая стоит здесь у меня, еще, по-моему, ни у кого не было, потому что эта машина стоит больших денег, и поэтому, если ты на эту машину хочешь снять обзор, эту машину нужно приобрести. Но мы не ограничивались одним котлом, мы заказали для своего магазина небольшую партию, потому что вот эти котлы бывают мощностью 42 киловатта. И в силу своей цены у нас сегодня на рынке нет хорошего конкурента вот этому вот котлу. Здесь оснащение действительно для своей цены достаточно грамотное, чуть позже я его покажу. Итак, как вы уже поняли, эти котлы производятся на территории Ирана, и завод называется Иранрадиатом. Название, как вы поняли, достаточно такое скромное, и продвигать котлы под таким названием, ну, так себе идейка, поэтому российские представители, которые здесь являются эксклюзивными поставщиками данных котлов, назвали их Вертрус. Для чего они это сделали? Как я помню, марка Вертрус у них уже существовала достаточно давно, они производят здесь газовые колонки по данным названиям, поэтому газовые котлы они назвали Вертрус. Но когда вы видите котлы Вертрус, имейте в виду, скорее всего, их производят на территории Ирана. Что можно сказать в плане визуала данных котлов? Давайте я вот так в стороночку отойду, и вы сами, в принципе, во всем убедитесь. Нельзя назвать эти котлы эталоном красоты. Но важно понимать, что газовый котел это максимальная скучная белая коробка. Даже холодильник, к нему надо больше подходить в вопросе дизайна, потому что он, по крайней мере, стоит в открытом пространстве. Вот эти же вот решения, они стоят либо в котельных, в которых вы присутствуете крайне редко, либо где-нибудь на кухне, где вы прячете все это под кухонным гарнитуром. Поэтому на дизайн обращать внимание никакого смысла не вижу. Но, честно говоря, он максимально скучный, и где-то застрял лет так 15-20 тому назад. Еще иранцы, к сожалению, не придумывают ничего своего. Они заимствуют уже готовые, хорошие дизайнерские решения. В принципе, люди шарящие, люди, которые давно работают с газовыми котлами, обязательно заметят, что этот котел похож на одну итальянскую марку. А вот этот вот котел похож на другую итальянскую марку. А вот этот котел похож на третью итальянскую марку. И это все разные итальянские марки. Но при этом все-таки иранцы придумывают что-то свое. В плане функционала. Почему-то самую доступную модельку они, наоборот, делают на кнопочках. А более-таки солидные модельки они делают на крутилочках. Если вы помните мой обзор на газовые котлы и толтерм, я эти крутилочки возносил в статус офигенно удобных решений. Я и сейчас решаю, что крутить все-таки лучше, чем нажимать. Почему? Потому что ты интуитивно и достаточно быстро находишь нужное значение температурное для того, чтобы выставить его на котле. Ну, потому что к крутилке ты привыкаешь действительно достаточно быстро. А кнопку ты вынужден зажимать и ждать, 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 ждать. И вынужден постоянно тыкать, чтобы выставить нужную температуру. Это субъективное мнение. Здесь же мне крутилки как и нравятся одновременно, так и нет. Почему? Потому что цвета, мне кажется, подобраны максимально мне как-то непонятно. Если вот мы берем данные котлы, давайте определимся. Вот этот котел называется Vertrus Top. Этот котел называется Vertrus Nova. Этот котел называется Vertrus Compact. Так вот, Vertrus Top выглядит так, как будто его уже выпустили устаревшим. Я не знаю, для чего они подбирали такие цвета, но вот этот пластик выглядит так, как будто он уже постоял 10 лет на прямых солнечных лучах. И вот так вот он пожелтел. Не знаю. При этом здесь ты смотришь, ага, оказывается, они умеют делать белый пластик. Он выглядит достаточно нормально. Серые крутилки, ну не знаю, почему не черные, допустим, сделали. Был бы такой контраст. Почему панельку вот эту не сделать серую? Было бы тоже достаточно контрастно. Короче, в плане дизайна иранцы пока, пока мне кажется, им надо пригласить все-таки хорошего дизайнера, какую-нибудь дизайнерскую студию нанять. Они бы просто взяли, чуть-чуть перелицевали вот эту панель. Но это мое субъективное мнение. Но, как вы знаете, смотреть на внешность котлов, это абсолютно неправильно. Важно смотреть то, из чего эти котлы сделаны. Иранцы меня в этом плане достаточно сильно удивляют. И сейчас вы поймете, почему. Я возьму и сниму вот эти все крышечки и покажу, из чего они делают данные котлы. И вопрос санкций для меня, опять же, остается открытым. Насколько они вообще работают? Вертрус ТОП разбирается достаточно круто. У него здесь такие зажимы. Один уже снят. Мы просто берем, снимаем крышечку. Очень удобно, очень круто. Сейчас в одну сторону убирать крышечку. Вертрус снова. В принципе, очень похожий подход, как Италтермо. Снимается вот такая вот крышечка. Здесь котел закрыт. Надо будет сейчас его еще разбирать. Вертрус Компакт. Крышка, в принципе, снимается похожим образом. Убираем ее куда-нибудь в сторону, эту крышечку. Вертрус ТОП мы уже разобрали достаточно так глобально. А эти котлы сейчас будем с вами вместе разбирать. Итак, вот она, внутрянка этих газовых котлов. И когда вам покажется, что я хвалю эту внутрянку, знайте, я действительно удивляюсь тому, что могут поставить иранцы свои газовые котлы. И при этом я кидаю большущий камень в огород российских производителей, которые до сих пор, во-первых, не знаю, не научились что ли делать эти котлы. Неужели их так сложно производить, просто собирать куски металла? Неужели это действительно так сложно? И неужели невозможно заказывать вот такие комплектующие, которые ставят иранцы? Для меня это действительно удивительно. Потому что Иран, как и Россия, находится под санкциями. Но обратите внимание, на примере газового котла Вертрус Нова, да? Очень часто можно услышать, что вот этот котел, это производил Вольф на своем заводе в Иране. Вот сейчас Вольф ушел, появился Вертрус Нова. Потому что действительно этот котел Вольф с их неймингом, блин, FJK24, короче, я не запомню, вы и так найдете. В принципе, я этот котел впервые увидел под брендом Вольф в 17-м году. Это был действительно крутой котел. Тогда, правда, у него стоял не китайский насос, а насос вилла. И для своей цены на тот момент это было 44 тысячи рублей. Я точно запомнил эту цену, потому что нам ее предлагали озвучивать именно, когда мы, грубо говоря, тоже снимали такое подобное видео. Это действительно был крутой котел. На самом деле, я так понял, это все-таки не производство Вольф. Возможно, Вольф принимал участие при проектировании этого котла. Но, по сути, он просто заказывал контрактные котлы со своим неймингом. То есть здесь красовалась не Вертрус, здесь красовался бренд Вольф. И это был достаточно такой ходовой двухконтурный котел. Это у них начальный сегмент был для их ценовой группы, что Вольф это все-таки не дешевые котлы. И вот они их реализовывали. Смотрите, на примере этого котла, наверное, ну, это мой любимчик, я так скажу, среди Вертрусов. Если рассматривать Вертрус топ, все-таки понятно, что он такой пожирнее котел. Но это все-таки такой, ну, процентов 5 рынка всего будет, потому что здесь ставка идет на большие мощности. А вот это самый массовый сегмент. Смотрите, оказывается, можно делать нормальную гидравлическую латунную группу. Не какую-то золотую блестяшку, а визуально она выглядит, как нормальная гидравлическая латунная группа, сделанная из хорошей латуньи. И обратите внимание, я не знаю, что делают трансы. Слямзили ли они эту латунную группу, либо установили точно такую же. Но эта гидравлическая группа в точь-в-точь повторяет гидравлическую группу котлов в Баксе, которые устанавливаются на их такие достаточно грамотные модели. Эко-Форд, допустим, или Луна-3. Это вот, я ее держу как раз от Луны-3, гидравлическую группу. В ней, блин, вес, я не знаю, но тут минимум полкило вот этой латуни. Достаточно крутая. И я здесь вижу ровно такую же гидравлическую группу. Пусть они ее слямзили, но они слямзили достаточно неплохое решение. А может быть, они уберут ту же самую гидравлическую группу, того же самого производителя. Понятно, что любой европейский производитель присутствует, допустим, на территории Китая. Не значит, что они будут производить там хуже решения. Это значит, что они хотят производить подешевле решения и поставлять их на рынки, подобные нашим. Смотрите, оказывается, иранцы могут купить газовые клапана СИД, которые позиционируются как итальянские. Но они действительно от итальянской компании идут. И это самый попсовый клапан в газовых котлах, который ставится в большинство решений. Достаточно проверенный, надежный. Его можно найти где угодно, как запчасть. До сих пор на многих котлах эти газовые клапаны стоят, даже несмотря на то, что там какие-то условно санкции. Они поставляются, котлы, даже китайские, с такими клапанами. Этот клапан достаточно крутой и надежный, черт возьми. И его поставили иранцы. Вторая на сегодняшний момент страна, которая находится в изоляции. Объясните мне, как это произошло. Меня вот просто реально это удивляет. Насос, как я сказал, здесь стоит китайский. Это тот же завод, что, допустим, стоят в котлах насосы Hire. Окей, здесь нету грунтфоса, нету вилла, как мы привыкли с вами видеть. Но и черт с ним. Ну, для этой ценовой группы сломается этот насос. Поменяйте его. Ну, благо, у китайских насосов есть большое преимущество. Их легко подобрать. Это, во-первых. Во-вторых, есть Алиэкспресс. В-третьих, есть современный маркетплейс. И в-четвертых, я видел цены на запчасти вертрусов. И, честно говоря, тут только, по-моему, две детали переваливают за 10 тысяч. Это плата управления, теплообменник. И то перевал такой, 11-12 тысяч. То есть все запчасти стоят достаточно недорого. Если мне не изменяет память, 3 500 стоит насос. Так и должны стоить запчасти на газовые котлы. Окей, с этим разобрались. Нижняя часть нам более-менее понятна. Ну, что вы думаете? Здесь стоит газовая горелка Полидора. Газовая горелка Полидора стоит в котлах. Бакси, Дитрих, Протерм, Будерус, Бош. И куча-куча все котлы, короче, ставят горелку Полидора. Не считая там каких-то корейских и так далее. Европейцы стараются ставить только эти горелки. Вот такие конвекционные котлы. И здесь стоит горелка Полидора. Все, что касается этого котла, касается этого котла. Имейте в виду. Оказывается, иранцы откуда-то могут доставать итальянскую газовую горелку. Которая тоже проверена временем. И мои мозги она, в принципе, не хавает. Я, честно говоря, удивляюсь, как это может происходить. Итак, давайте закроем тему европейских комплектующих. Обозначим еще одну деталь, которая меня удивляет, что она может стоять в газовом котле иранского производства. Это плата управления. Вот здесь, вот здесь. Еще есть моделька у вертрусов. Она называется Эко. Здесь ее нету как образца, потому что я все-таки предпочел, чтобы у нас было ново. По сути, Эко это вот этот же котел, только меньше мощности. И у него идет котел без дисплея, тупо на лампочках. По мне, самая такая неудачная модель для меня. Но для них это самая ходовая модель, потому что она в силу того, что она сделана максимально просто, а внутри сделана достаточно неплохо и стоит достаточно небольших денег. А как по мне, у них она продается лучше всего. Но здесь ее у меня нет. Вот в этих котлах стоит итальянская плата Брахма. И представьте, в иранских котлах есть шина OpenTerm. Как вам такое, ребятки? И представляете, оказывается, эта плата достаточно даже адекватная. Ее делает действительно итальянский производитель. Может быть, она придет с Китая, как и большинство плат сегодня. Да-да, пофиг. Она итальянская на иранском заводе. Меня вот это смущает. Россияне, черт возьми, российские производители. Оказывается, можно так делать, если нет своего решения. Не обязательно заказывать что-то непонятное. Ноунеймное с Китая, оказывается, можно заказать что-то приличное. И оставаться в адекватной ценовой группе. Представляете? Так вот, эти решения здесь есть. Возможно, Брахма это устаревшая плата. Я не знаю, но судя по тому, как будто есть какое-то такое отставание. Ну, не похер ли вам? Ну, реально, что сейчас появилось в котлах нового за последние лет 20? Ни хрена. Ну, дизайн какой-то добавляется и так далее. Пусть эта плата уже 20 лет назад придумана. Она актуальна и сегодня. Потому что газовые котлы, это не мобильные телефоны, которые каждый год надо выпускать новую модель. Это относительно стабильные решения. Так вот, захотите котел недорогой с Open Thermom. Китайцы до сих пор этого не научились делать. И аранс, и фигак. Поставили итальянскую плату и все. И надрали китайцам в попу. Идем дальше. Как вы понимаете, я не касаюсь котла Компакт. Его затронем в последнюю очередь. Смотрите. Теплообменники. Медные с антикоррозийным покрытием. Как любят говорить, как люблю говорить я. Представляете, оказывается, можно самостоятельно производить теплообменники. И Иран Радиатор сам производит свои теплообменники. Он не заказывает их в Китае. Он не заказывает его попсового бренда Valmix. Который также есть в Китае и во многих других странах. Оказывается, он может производить сам. Оказывается, это дешевле. Представляете, не надо переплачивать производителю за его, грубо говоря, интерес, который он тоже преследует. И можно делать достаточно жирные теплообменники, честно говоря. Но здесь теплообменник, он по весу, по-моему, 2,6 кг. Для 24-киловаттной модельки в среднем сегменте это охраненный вес. У 42-го достаточно жирный тоже теплообменник. Не знаю, как они будут ходить. Но, правда, я эти котлы не использовал по действию. Там просто рассказываю, как иранцы могут делать свои решения. То есть, представьте, это достаточно адекватные котлы-теплообменники. Здесь они не ставят позорные в силу того, что даже котлы, ну, нельзя называть у них дорогими. Здесь стоят достаточно грамотные. Ну, по крайней мере, по весу, по жирноте свои теплообменники. Турбины здесь стоят китайские. Это, по сути, аналог бренда FIMA. И, действительно, есть вот это от этого бренда. Сейчас я его ссохан. Надеюсь, правильно произнес. Короче, эти турбинки тоже достаточно адекватные. В принципе, многие с ними знакомы. Это не такой попсовый бред, как FIMA. Я, как я изговорю, это китайские все-таки вентиляторы. Но, опять же, как запчасть стоит копейки? Полностью. Ремонтопригодно. Все тут можно поменять. И, честно говоря, я не уверен, что с турбинкой что-то случится. Это максимально простое решение. Но есть, как есть. То есть, представьте, этот котел настолько, насколько могли, запихнули сюда европейские компании. Ну, действительно, Polidoro хорошая горелка. Действительно, плата. Итальянцы в этом плане, ну, в этих решениях преуспели. Действительно, SIT SIGMA это достаточно крутой, простой электромагнитный газовый клапан. Они это сделали. А все остальное, что смогли, доработали сами провода. Хрен с ним. Это не принципиальный вопрос, откуда идут датчик давления. Здесь тоже простой, как во многих стоят в котлах Baxi, сервопривода. Опять же, пусть они хоть китайские, они даже если сломаются, их легко достать. Это копеечная деталь. Это, в принципе, достаточно неплохой котел для своей ценовой группы. Потому что эти котлы, я не буду называть цены. Вы лучше гуглите, потому что, к сожалению, валютная ситуация нестабильная. Она может меняться с каждым днем. Единственный минус, который я бы сказал, мне не нравится визуальная составляющая котлов. Она, как будто эти котлы отстают от сегодняшних решений, которые делают другие производители. Если сюда добавить чуть дизайна, если активно продвигать эти котлы, они смогут занять жирное место в своей ценовой группе и действительно будут хорошо продаваться. И поверьте мне, я хвалю не сами котлы. Они мне по-своему нравятся. Я хвалю иранцев. Действительно, вот эти люди вызывают у меня восхищение. Что оказывается, находясь в изоляции, можно делать для этой страны крутые решения. Это тот же камень в огород автовазу, который весь хайд, который не хочет развиваться. Условно, как считает большинство. Это вот я хаю газовых производителей российских. Потому что, ну, твою мать, вот оно. Если бы такие в России делали котлы, то это было бы очень и очень круто. Итак, самая скучная, самая, по мне кажется, ненужная модель на рынке. Но она все-таки присутствует. Это мое субъективное мнение. Это Vertrus Compact. Каждый раз, когда презентуют компания Техносфера, а это официальный поставщик котлов Vertrus. Ну, это, вернее, не владельцы Vertrus. И они официальные поставщики котлов Seran Radiator. Эксклюзивные поставщики. Компания Техносфера всегда пишет, что этот котел, это не Ferroli Fortuna. Имейте в виду, это другой котел. Но внешне он похож на Ferroli Fortuna. И, кстати, вот один котел я вам уже раскрыл. Если вы сейчас погуглите, как выглядит Ferroli Fortuna, и погуглите, как выглядит Vertrus Compact, вы запутаетесь. Потому что эти котлы действительно похожи. Но кишки действительно у этих котлов отличаются. Позиционирование у этого котла достаточно просто. Это китайский котел, собирая их на территории Ирана. То есть иранцы, по сути, все берут комплектующие из Китая, собирают сами под своим, условно говоря, крылом. Потом Vertrus склеит свой шильдик и продает его на территории России. Для чего нужен этот котел? Мне кажется, этот котел в первую очередь нужен для по квартирке, где действительно часто застройщики ищут неплохие дешевые решения. Этот котел для своей ценовой группы, он неплохой. Это действительно очень похожий котел на Ferroli Fortuna. Ferroli Fortuna мы продаем уже, так, 3 или 4 года. И, честно говоря, достаточно стабильные котлы. Но у нас очень часто не пользуются вторым контуром. Поэтому как двухконтурный, я не знаю. А вот как одноконтурный, у нас, по-моему, всего была одна замена, на мой память. Это мы насос, какой-то насос, короче, бракованный попался. Мы его, помню, еще со стенда сняли оперативненько этот насос и отдали как замену запчасти. Вот это, скорее всего, похожее решение. Это для тех, кто еще что-то недорогое, но не совсем, не совсем позорное. Но это очень скучный котел, действительно. Вот любого китайца открываешь, это вот тот же китайский котел. Вот можно сравнивать его, в принципе, с большинства китайцев, с большинством. Там сейчас куча-куча-куча в России заводится китайский котлов. Сейчас научились там газовые службы под своим названием заводить китайские котлы. Вот это ровно все то же самое. Этот котел конкурирует в том ценовом сегменте. Плохой ли он хороший, я, честно, не знаю. Вот этот котел я никак не видел. Вертру снова я видел. Я этот котел обслуживал под брендом Вульф. Они нормально ходят. Несколько лет котел ходил. У него, по-моему, вентилятор подзабился. Начал тарахтеть. Мы приехали, это было, по-моему, еще в 19-м году. В 17-м этот котел реализован был. В 19-м через 2 года что-то с ним какие-то помехи начались. Мы их устранили там буквально за 10 минут своего присутствия. То есть котел работал стабильно. И я вполне себе полагаю, что этот котел и сейчас работает стабильно. Хотя клиент все-таки к нам не обращался после того случая. Вот. Вот это решение, ну, смотрите сами. Если что-то ищите бюджетно, можете на него заглядеть. Кому будут полезны газовые котлы Вертрус? В нашем случае мы взяли котлы Вертрус ТОП для своего магазина. Для чего мы взяли? У нас, допустим, нет-нет, выстрелят какие-то коммерческие помещения. Там детские садики условно частные. Швейные цеха, еще что-нибудь. Они еще нормальное, недорогое решение. И вот мы занимаем эту нишу. Вот эти котлы у нас могут лежать полгода. Нафиг никому не нужны, как сейчас и происходит. Мы их завезли, честно говоря, там практически не продали. Ну и завезли мы их недавно. Но я знаю, как этот рынок у нас работает. Буквально может произойти так, что за месяц они разлетятся. Вот просто какая-то волна проходит, и кому-то нужны мощные котлы. И эти котлы разлетают за месяц. Но как классно, что они у нас, допустим, есть. Вот этот котел, это классное упер-решение для тех, допустим, кто ищет на большей площади, хочет что-то недорогое. Мне кажется, этот котел будет вполне себе стабильно работать, вполне себе управляемый. Оснащение у него практически такое, как у Вертрус Нова, на примере которого мы все рассматривали. У них отличается только гидравлическая группа. Визуально сейчас поближе я вам все это покажу. Она такая же латунная, но чуть-чуть другая, просто визуально. Вот этот котел, мне кажется, подойдет вот для таких вот помещений. Кому подойдет Вертрус Нова? Мне кажется, этот котел идеально подходит для тех, кто не хочет покупать китайский котел, потому что это китайский котел. Давайте будем честными. Большинство китайских котлов, это все равно сегодня посредственное решение. Они в целом нормальны, но просто они отдают именно Китаем, которые мы привыкли видеть там 10 лет назад. Как будто вот что-то, что-то капец дешевое. Китай рано или поздно надерет задницу многим, и я так думаю, у них будут очень достаточно крутые котлы. Но сегодня, будем честными, почти все завозят очень дешевые китайские котлы. Вот кто не хочет китайский котел, и кого жаба душит покупать дорогие котлы, Вертрус Нова это ваш выбор. Это действительно охранительное решение в плане своей ценовой группы, потому что оно, ну, дает за щеку всем китайцам, оно не дотягивает до европейцев, это факт. И туда эта моделька не стремится, она не стремится в дорогой сегмент, она стремится именно занять самый массовый сегмент. И Вертрус Нова, мне кажется, будет радовать своего владельца, именно того, который захочет купить что-то оптимальное. Вот Вертрус Нова на сегодняшний момент, это именно та модель. Компакт-моделька, кому она подойдет? Кто ищет что-то дешевое? Действительно, ну, есть такой сегмент. Кто хочет купить что-то неплохое, что может быть на стороне Вертруса? То, что они, допустим, ну, достаточно давно на рынке. Эти ребята, техносфера компании, мы с ними общались с директорами, они приезжали ко мне в город, мы классно провели время, хоть и недолго, да, пообщались, очень интересные ребята. А они занимаются этим давно, шарят во многих вещах, и продавали они не только Вертрус, они возили крутые марки до тех пор, пока они, да, грубо говоря, не испарились. И вот они развиваются у марки уже, я так понял, с 19-го года. То есть 5 лет Вертруса именно бренд существует. Поэтому, возможно, кто-то захочет найти дешевое решение, и, допустим, взять котлы Вертрус себе, да, в силу того, что какой-то бренд, какой-то сервис, все это есть. Цены на запчасти, огонь, честно, видел, прайс, потому что взяли котлы, сразу прицениться, что, по чем нам будет выходить. Когда мы берем небольшую партию котлов, мы обычно комплектующие запчасти, ну, сразу не берем, мы прицениваемся, смотрим, что как. У нас всегда есть пару котлов, которые, ну, стоят на стендах, или даже больше. Мы просто их разбираем по чуть-чуть, и уже понимаем, что ломается, снимаем отсюда запчасти, отдаем, поэтому, ну, важно понимать, по чем нам ее реализовать. Цены на запчасти розничные, мое почтение. Ну, реально, все в пределах, там, процентов 80 в запчасти, вот, все, что вы здесь видите, до 5000 вопрос решается. Ну, не считая работы. Вот плата, теплоаменик, по-моему, переваливают за 10 тысяч, вентиляторы, по-моему, 6-7 тысяч. Я могу привирать, потому что этот прайс я видел примерно месяц назад. Ну, чтобы вы понимали, это все достаточно недорого. Как можно подытожить это видео? Дал бы я вам рекомендацию купить эти котлы. Я вам ее даю. По мне, все, что не компакт, вот эти два, топ и нова, по-любому надо брать. Эко мне не нравится, как я изговорю. Эко это котел, который без дисплея идет. Сегодня без дисплея, по мне, это достаточно геморройно, непонятно и устаревший. Компакт я бы никогда себе не рассматривал, честно скажу. Но это моя финансовая ситуация, я бы все равно смотрел что-то более интересное. Поставил бы я себе эти котлы. Нову вполне себе да. Нову мне реально нравится. Я в Ульфе, говорю, щупал, я видел их, но не их, не буду этот увеличивать. Его, один котел, мне он понравился на тот момент. И этот котел, я вам больше скажу, уйдет моему товарищу. Мы будем ставить этот котел его бабушке. Конечно, с учетом всего вот этого управления, крутилочного бабушка, все это заценит. Можно называть эти котлы, как их любят бабушкинские котлы. Ну, как я вам уже говорил, крутилки мне нравятся больше. Ну, а, блин, подберите цветовую гамму, ну, елки-палки, ребятки. Ну, блин, ну как можно желтый пластик делать изначально с завода? Ну, вы серьезно, крутилки? Ну, сделайте черные крутилки, пластик белый, блин. Или пластик серый, крутилки черные. Ну, наверное, получше будет смотреться. Вот, короче, изучите Вертрус, ссылочка на них будет в описании. Можно сказать, что это рекламный ролик, но мне за него не заплатили. Мне за него заплатили вот этими котлами. Два штуки прислали, сказали, снимай, делай с ними, что хочешь. Мы, в принципе, не против. И, как я уже сказал ранее, производитель сказал, нам пофиг, какой ты снимешь обзор. Просто сними. Я неправильно делаю. Чем больше про их котлы будут информации, тем больше люди будут интересоваться. Неважно, какой. Противоречивый, негативный, положительный. Вот так и должен действовать бренд нормальный, да. Нормальная компания, которая заботится, грубо говоря, о своей продукции, которая хочет ее развивать. Потому что, если ты говно не привозишь, то, в принципе, его хайть у тебя не будет. И получилось так, что все-таки эти котлы, ну, к ним отношусь все-таки положительно. Потому что, ну, меня не сколько восхищает компания Virtus, сколько меня восхитили иранцы. И сколько мне, ну, приносит, так скажем, удовольствие понимать, что вот можно, оказывается, производить хорошие котлы во многих странах. Если у тебя есть, грубо говоря, база, которой можно все это продавать. И есть ресурсы для того, чтобы все это собирать. Меня зовут Андрей. Вы смотрели канал Технотерм. Если видео стало полезным, обязательно ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Черкайте свои комментарии. Задавайте вопросы. Компания Техносферы обязательно будет читать эти комментарии. Им же любопытно, что про их котлы скажут. И они, как правило, отвечают даже на ваши вопросы, если что-то у вас будет. Ну, и до встречи в новых видео. До встречи в новых видео.